всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и сегодня у меня на распаковке посылка которая будет интересно интересно мастерам бессероплетения смотрите какой красивый у меня станок а какая упаковка все запечатано отлично все приехала ко мне это почта россии и смотрите не подкопаться такая красивая этикетка давайте заглянем внутрь и пока я буду распаковывать коробку я хочу сделать для вас объявление дело в том что у меня есть второй такой же станок один конечно же я оставлю для себя для работы а второй получит кто-то из вас а что нужно сделать для того чтобы именно вы получили этот станок я расскажу чуть позже также где купить можно такой станок все узнаете ближе к концу видео наберитесь терпения и смотрите это видео до конца и так открываем тут у нас инструкция и посмотрите посмотрите вот даже не надо читать текст мне кажется все и так понятно что куда прикрутить привинтить вставить вот инструкция я бы сказала как в икея кто любит такие тот меня поймет там все собирается легко и просто здесь вот точно так же обращаю ваше внимание на то как все качественно упаковано все детальки в отдельных пакетиках здесь есть даже инструменты все за нас продумано я думаю при сборке никаких трудностей у нас не возникнет и так состав у нас входит боковые стойки шпильки болты и винты заглушечки натяжителей вот смотрите вот это весь набор который есть в составе и даже как я уже сказала есть инструменты меня особенно умиляет вот этот вот ключик посмотрите какая прелесть смотрите на натяжителях вот такого прозрачного цвета пластик я не знаю как назвать вот эту детальку давайте назовем их катушечки похоже ведь на катушки да и у болтов такой же пластик все подобрано все красиво качественно зашлифована посмотрите как тщательно от шлифованы детальки но здесь никаких занозах не может быть и речи все просто идеально гладко по желанию эти детали можно покрыть морилкой оттенить лаком сверху покрыть то есть будет такой станок который сам будет плести вам браслетики и кстати вы видели здесь на упаковке есть логотип факультета рукоделия дело в том что когда разрабатывался этот станок компании playwood создатель конструктор этого всего консультировался лично со мной по поводу того как где лучше что сделать поэтому я вам с уверенностью заявляю что такой станок вы больше нигде не найдете и у него отличнейшее качество и еще хочу обратить ваше внимание вот на эту детальку это фиксатор нити посмотрите когда мы начинаем наматывать нить заводим сюда кончик и он у нас уже хорошо держится не надо ничего привязывать но я чуть позже покажу вам это собирается этот станок без усилий женскими ручками то есть не придется даже звать на помощь мужчину хотя любят когда мы обращаемся к ним так что можете позвать для пущеважности пусть почувствует свою необходимость любить больше будет теперь смотрите при помощи вот этого ключика надо отрегулировать вот эти гайки и остановить их на таком расстоянии чтобы у нас нижняя деталь свободно здесь ходила все зафиксировали закрутили зажали здесь точно также видите после этого поднимаем натяжитель кверху и фиксируем болтами и так станок собран посмотрите второй станок выглядит вот так у него темные боковые панели также здесь вот эти вот как мы их назвали катушки черненькие и болты тоже черные смотрите какая красота и теперь я бы хотел остановиться на конструктивных особенностях данной модели в каждой модели есть фиксаторы начала и конца нити также предусмотрены с одной стороны и с другой вот эти вот катушки за которой удобно будет заводить нить удобная по размерам рабочее поле по ширине это 13 сантиметров по длине это 22 сантиметра посмотрите нигде ничего не торчит нет ни за что не будет цепляться когда вы будете работать для вас продуманы удобные винты которые одним движением можно ослабить и поменять положение нити натяжителя если вы переживаете что станок будет кататься по столу смотрите берем резинку вот такой лайфхак вам цепляем ее за ножку и станок уже никуда не ездит у меня первая модель этого станка и здесь ножки вот в таком виде сейчас уже проработан этот момент на ножках предусмотрены вот такие вот утолщения и легко будет цеплять резиночку и она у вас не будет слетать я же говорю каждая деталь в этом станке продумано с заботой у вас и сделано с огромной любовью и теперь хочу вам буквально пару виточков показать как легко производится намотка нити беру самую толстую нить темную чтобы вам было видно это нить не для плетения браслетов совершенно то есть заводим хвостик нити под фиксатор видите ниточка уже никуда не денется далее под катушку и поехали наматывать то есть согласно схеме сколько там у вас рядов нити должно быть наматываем можно наматывать в каждую виток спирали можно через один тут уже зависит все от выбранного вами размера бисера все вот таким образом это 2 в 1 за делал не просто через камеру неудобно вот таким образом значит мы с вами мотаем наматываем когда все намотали зафиксировали и завели снова под фиксатор вот теперь проверяем натяжение если необходимо выполняем подтягиваем ниточки смотрите они у нас уже натянуты как струна и так все станок готов к работе следующем видео мы с вами будем плести браслетик так что переходите по ссылочке под этим видео и заказывайте себе такой станок и это будет чудесный подарок на 8 марта и теперь я расскажу кому же достанется второй станок его я разыграю внимание 15 марта среди тех кто сделает покупку в интернет-магазине мелодия бисера на сумму не менее 500 рублей станки будут продаваться также в магазине мелодия бисера так что можете перейти под ссылочки которую я оставлю под видео и заказать себе такой станок и так условия которые необходимо выполнить ну во-первых подписаться конечно же на факультет рукоделия во-вторых поставить лайк под этим видео перейти по ссылке в магазин мелодия бисера сделать заказ и при оплате заказа указать промокод fr555 после этого в комментариях под этим видео пишем хочу станок номер заказа сумму и электронную почту на которую вы сделали свой заказ 15 марта я возьму распечатку заказов мелодии бисера и выберу тех кто написал комментарий среди них и разыграем станок желаю удачи каждому из вас встретимся в следующем видео на плетение браслета а также 15 марта на розыгрыше на этом у меня все с вами была юля и мой факультет рукоделия пока пока